Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию без модов, где сегодня я научу вас, как призвать лаки-блог в ванильном Майнкрафте без модов. Да, ребята, именно призвать и получить какие-то рандомные вещички с этого лаки-блога. Все это вы сможете посмотреть, как сделать в этой серии, скопировать ссылочку в описании, вставить ее в браузерную строку, скопировать команду и также все сделать это в своем мире Майнкрафта. Это, в принципе, делается все очень просто. Но перед этим поставь, пожалуйста, лайк, ведь если ты поставишь лайк, это займет у тебя только одну секунду времени, но за эту секунду ты действительно сможешь много чего для меня сделать, потому что как только мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, я в ту же секунду побегу делать новую серию, потому что каждый лайк для меня важен. Именно твой лайк может повлиять на выход новой серии. Поэтому, ребята, я даю вам свое обещание. Как только наберем тысячу лайков, я сразу же бегу делать новую серию для своих любимых подписчиков. Да, ребята, любимых подписчиков. Каждый подписчик у меня как друг для меня. Да, там в уголку есть кнопочка, на которой написано подпишись. Я буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь. Тоже одна секунда, чтобы поставить лайк, чтобы поставить, чтобы подписаться на канал. Ребята, честно, не поленитесь, просто нажмите на эти кнопочки. Я прям расцеловал бы, если честно мог, как подписчиков, конечно. Но все же, ребята, сейчас мы откладываем это все и приступаем к самой команде. Как выдать командный блок, как запихнуть туда команду и также как задействовать генератор лаки-блока в ванильном Майнкрафте? Сейчас посмотрим. В первую очередь, давайте выдадим себе командный блок. В принципе, я не знаю, вряд ли уже кто-то остался, кто не знает, как его выдать, но все же я напишу как. Вот с помощью такой команды, вот такой именно команды, вы сможете выдать себе командный блок в Майнкрафте. Главное, чтобы у вас был открыт мир для сети. Сейчас, я не знаю, давайте куда-то поставим его, допустим, вот сюда. Допустим, допустим, вот так на такую высоту, чтобы не задел никакие постройки. Кстати, крутая карта, ребята, согласитесь. Это, в принципе, обычный плоский мир, но тут делом так круто, что это как бы обычная деревня, но в крупных масштабах. Если честно, даже очень круто выглядит, мне это нравится. В принципе, я тоже выложу эту карту, если вы хотите, там, для ваших летсплеев, например, или еще что-то, после того, как наберем тысячу лайков. Сейчас вставим, вставляем, вставим, вставляем команду в командный блок. Делается это все очень просто. Если у вас в чате написало вот столько много текста, если появилось, значит, команда была успешно установлена. Сейчас ее нужно активировать. Как это все делается? Делается все это с помощью блока редстоуна, или кнопки, или рычага, неважно. Я опять появился! Во! Успел! Успел вылететь! Да, ребята, ждем, 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 ждем. И пока в нашем чате не появится то, что машина была полностью установлена, то вы не сможете ничего делать. Но сейчас, как видите, наша машина для создания команды, не команды, а лаки блоков появилась. Сейчас давайте поставим тут сет World Spawn. Зачем, вы спросите? А затем, чтобы в первую очередь было меньше лагов, и затем то, чтобы вы могли пойти в любое место в вашем мире. Хоть на тысячу блоков куда-то вперед-назад, и вот эта команда работала. Потому что многие разработчики не продумывают, как это все делается. То есть они делают вот эту машину, если человек отходит там на 30 блоков, то машина перестает работать. Поэтому нужно ставнить, не ставнить, а ставить сет World Spawn. Что-то я много заговариваю. Но все же, ребята, как нам выдать себе лаки блок? Давайте выдадим его, допустим, где-то, где-то вот тут, да? Вот тут. Поставим вот сюда. Фух, поставили котел. Да. Потом в него нужно кинуть блок золота. В принципе, эти предметы нам уже сразу выдают вот тут, когда вы нажимаете на табличку. И у нас появляется прям какой-то мистический костер, с помощью которого вы сможете создавать лаки блоки. Если вы хотите его разрушить, то кидайте в него бумагу, и все ваши предметы выпадают обратно. Поэтому, ребята, давайте еще раз поставим. Нужно именно кинуть в него, а не под него. Вот так. И появляется вот этот, вот этот костерчик. Сейчас, как нам сделать сами, вообще, как нам сделать лаки блоки? Нужно в этот огонек кинуть золото. Да, один слиток золота. И после того он превращается в лаки блок. То есть, мы сможем взять и заспаунить лаки блок. Самое главное, нужно кидать по одному золоту. Если вы кинете сразу, если вы кинете, допустим, весь стак сразу, давайте прям попаду, а то прицел как-то сбился немного, то это не будет работать. Нужно кидать именно по одному золоту. То есть, вот так, вот так, вот так. Одно золото, один лаки блок. В принципе, так это все работает. Давайте быстренько вот это все довыкидываем и полностью заберем, точнее, поменяем по такому нормальному курсу золотые слитки на лаки блоки. Сейчас спан. Это очень просто. Вам нужно просто-напросто кликнуть правой кнопкой мышки по полу. И смотрите, что у нас появится. Лаки блок в ванильном Майнкрафте. Без модов. Просто ваниль, ребята. Все, что вам нужно, это установить командный блок и вставить туда команду. Все. Сейчас, когда мы его сломаем, нам выпало сейчас жилет. Если сейчас мы его сломаем, нам выпали изумруды. Если сейчас мы его сломаем... Это что нахрен за чудак с Чернобыля сбежал? Нифига. Это какой-то слайм-переросток. Вот тут мало того, что слаймы бегают, прыгают, то это вообще с ума можно сойти. Офигеть. А давайте мы возьмем себе... Возьмем себе меч. Меч. Вот так. И зачаруем его. Энчант Майнкрафт Шарпнесс на 5. Вот так. Кто не знал, вот так это все чарится. Офигеть. А если мы нижнего убьем? Он упадет. Если мы... Ух, лучше давайте вообще не будем трогать. Пускай будет так. Дальше. Ух, пригодится. Пригодится. Одеваем. Сейчас мы даже себе алмазный сет соберем. Дальше. Ух, это не очень круто. Это не очень круто. Дальше. Так, выбрались. Выбрались. Спамим еще один лаки-блок. Ух ты, нифига себе. Это босс Биг Фиш. Большая рыба. Это босс... Не с подземного, а наоборот с подводного царства. С подводного данжа, который может заспамиться в море, в океане. Тоже крутой босс. Тоже крутой босс. Давайте еще раз посмотрим. Что нам сейчас выпадет? То есть тут даже есть пустой лаки-блок. Пустой лаки-блок. Когда ты его открываешь, даже в чат нам пишет, ничего не случилось. Извини, парниша, открывай еще один лаки-блок. Тоже прикольно. Небольшая статистика. В этих лаки-блоках есть 62 различных ивента. То есть у вас может выпасть 62 разные вещички, штучки, боссы, мобы с этого лаки-блока. Да, ребята, 37, 37 вещичек может выпасть что-то положительное. Да, например, какая-то бронька, какие-то пушки, какие-то вообще сокровища. А 25 может выпасть что-то, какие-то негативные вещи. Допустим, вот эти ловушки. Допустим, вот эти какие-то монстры-переростки. Или еще что-то. Или какие-то боссы. Шанс выпадения негативных вещей с лаки-блока 40%. Поэтому мы не знаем, когда нам повезет. Но выпала нам... Выпала нам... Тыква. Светящаяся. То есть я не знаю. Ох, нихрена себе. Баба-яга? Баба. Баба-яга. Создатель же... Так. Создатели этой команды вроде Америкос. Откуда он знает Баба-яга? Мне кажется, по-американски Баба-яга не называется Баба-яга. Потому что в американском языке не существует слова Баба. Яга может, допустим, да. Но Баба это все же Баба. Бабушка, можно сказать, да. Такого же слова не существует. О, не существует. Поэтому я не знаю. А может он и русский, хрен его знает. Ух, это сейчас взорвется. Взорвется, как я думаю. Или нет. В принципе... А, нет, все-таки да. Взорвалось. 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 Давайте еще поставим. Давайте еще поставим, что нам выпадет. О, опыт. Опыт. А давайте один, два, три, четыре, пять. Вот так в ряд, да. И посмотрим. Что нам выпадет. О, крипер. Наездник, который находится наверху летучей мыши. Офигеть. Ух ты, алмазная бронька для нашей конячки, которой у нас не существует. Ву-у-у-у-у-у-у-у-у. Это что за хрень была? Прощай, слайбушка. Прощай. Это что за фига дня? Летучая мышь Которая таскает У себя на спине вагонетку Ладно Допустим, это так и должно Давай, чувак, туда, туда Ты нам тут не нужен, ты слишком большой Прощай, зомбишка Большущий Баба-яга Прощай, прощай, баба-яга Ты нам тут тоже не нужна О, ну это в принципе у нас уже был Чувак, ты меня тут достал О, прям прыжок такой в бездну О, золото То есть смотрите С лаки-блока может выпасть золото Золото мы идем и обмениваем еще на 20 лаки-блоков То есть, ну, я не скажу то, что это читерство Потому что не всегда может что-то крутое Выпасть с того же лаки-блока Иногда просто-напросто может выпасть тортик Да, и это не очень круто Тинти выпадает Опять алмазная бронька Сюрприз, мазафак Нам... Нет, зараза Не бомби наших жителей Не бомби У них и так бомбит то, что я уже разрушил пол их деревни А тут еще и ты сюрприз Сюрприз, мазафака, появился Иди сюда, ребята Сейчас мы его напинаем Сейчас Ребята, давай Спасем мирных жителей Спасем мирных жителей И мирных големов Которые защищают Ой, я тебя не хотел бить Зачищают эту мирную деревушку А мы на них нагнали Такую беду Во Все, круто Ребята Мы спасли Мы спасли Хоть пол деревни уже разрушена Но мы спасли то, что То, что То, что нам было Под силу Сейчас, что нам выпадет? Ух ты, зачарование Зачарование Пускай будет Сейчас Ооооооооооооооооо, а это называется Lucky shovel, то есть Лаки Лаки лопата, да, она сразу идет Зачарованный, конечно то что она То что она золотая Конечно же не очень круто, но все же На ней есть эффективность 5 И удача 3 Это в принципе можно уже сказать то что Круто, да, дальше спайм Что это за запайм, я даже не успел понять Что это за спайм, а может это какой-то монстр был Еще что-то, опять Лаки Шавел Ооо Ооо, золотые яблочки Золотые яблочки, опять Лаки Шавел Изумрудики Ух ты, яблоко Ночья нам выпало Сейчас, еще одно зачарование Ведро лавы, это прям Твою нафиг, подарочек для Гриферов, не успел сказать ведро лавы И нам сразу же лава обычная заспавилась Ооо, опять Биг Фиш Биг Фиш, которую мы очень просто убили Потому что у нас все-таки, а что нам выпало Ооо, потому что Все-таки у нас меч на Шарп НС-5 Нам выпало Лаки Поушен То есть Лаки Зелье, которое Нам дает дыхание под водой Защиту от огня, резистанс Короче, вы не будете ни голодать Ни умирать, практически ни от чего Не задыхаться под водой, будете нереально Сильными, и так же у вас будет Генерироваться здоровье намного быстрее То есть это тоже очень круто Мы сейчас его выпьем, давайте сначала Отложим его в сторонку Что тут еще может выпасть? Может выпасть 10 баночек Ааа, где? Где-где-где-где-где-где-где-где 10 баночек опыта В принципе, еще 10 баночек Нифига себе Еще зачаровально Еще не... Идите вы в жопу со своими баночками опыта Честное слово Давайте, давайте прям Даже, даже учитывать то, что это ванильный Майнкрафт Да, если учитывать То в принципе лаки-блоки Очень мне нравятся Я не знаю почему, но они мне очень нравятся То есть обычные лаки-блоки Желтенький куб На котором нарисован знак вопроса А это вот как будто еще и переливается То есть золотой блок находится в середине Желтого стекла Который еще золотой блок Вот видите, переливается или светится Что-то в этом роде То есть как это может быть не круто? Еще одна нафиг Это реально круто Тортики выпадают Ух, заряженный крипер! Заряженный крипер! А ну Будем его раздражать Или пускай он Пускай он экскурсию себе сам проведет По этой деревне Твою мать, опять что-то это было Давайте посмотрим, какой нам лук выпал Нам выпал лаки-боу Лаки-лук Сила-пять Панч-пять Флейм-один Инфинь То есть бесконечный лук Который стреляет с стрелами С нереальной силой Которые тебя поджигают Еще эти стрелы Плюс к тому бесконечные Это офигеть, ребята Это офигеть Зайдите вы нафиг Только мне хотелось бы Посмотреть, что еще тут может выпасть Может тут еще какие-то крутые Вещички могут выпасть То есть, если нам выпал лаки-лук Если нам выпал лаки-поушен И лопата Это что такое? Нихрена себе Там что-то огонь просто, да Что-то там загорелось Я думаю, ну обычный огонь В чем прикол Потом смотрю, что-то там Внутри есть Думаю, а ну Если я туда пну Я смогу потушить Наверное в этом Наверное в этом есть И сама вот эта шуточка То, что Хочешь потушить огонь? Ну просто кликни, потуши Ага, кликну Какая-то ядерная Мини-ядерная бомба Нафиг Так, давайте, ребят Ага, то есть это обычный Спаун обычного Тинти Понял Я просто, знаете, не всегда Не смог рассмотреть Первые там два раза Что это такое Опять заряженный крипер Ведро ла Ух ты Зомби-конь Он еще у нас не спамился Житик Какой житик Так, никого не убили Никого не убили Хух, заряженный крипер Опять был Ууу Вот Нет, да Вот Нет, это Обычный Нет, да Вот Прям какой-то диджей Нафиг Я думал, это Лаки Сворд Выпал То есть Лаки Меч Сейчас целивый меч Но это обычный меч В жопу вашу Вот эту Кунскую броню Которая нам Нафиг не нужна Давайте пойдем О, это еще одна лопата Давайте пойдем сюда Посмотрим Ух ты Нифига себе Ребята Ааа, смотрите, что тут Баук Так, это ифрит Наездник, который катается на паучке Офигеть просто Пью, 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 пью Это нереально круто, ребята Смотрите, только какие тут могут быть комбинации Мало того, что летающая мышка Не мышка, а мышь Которая катает Крипера или вагонетку То есть и паук, который Катает ифрит Офигеть просто, просто офигеть Мне интересно, что тут еще может выпасть Ребята, тут же есть Опять привет, тут есть Вот, а ну давайте Вот сюда на крышу Какой взрыв Нереально Тут есть 62 варианта Дропа с этого лаки блока Мне кажется, 62 варианта мы еще 100% не пересмотрели Мне интересно, что Ну, визер у нас уже был У нас выпал еще один визер То есть видите, иногда может быть такое, что 30 лаки блоков Подряд ничего толкового не выпадает Вот опять А потом 2 лаки блока подряд нам выпадает Нифига себе, это можно заменить, нет А потом 2 лаки блока подряд нам выпадает Вот это, визер То есть, рандом что сказать Баба Яга При, при ватюшке Баба Яга Ох, ни хрена себе Гигант Какой-то, не какой-то гигант Ты, блошандра полнейшая Если ты такой Нифрена себе Хеллоу Я Смотрите, как круто Как круто Он назвал зомби А кто это в него устреляет? Нифига себе Тут прям Война какая-то Визер победил А Зомби, который называется Привет Я твоя проблема Потому что он заспавился Полностью в железке И у него также присутствует Железный меч Прикольно Вот видите, этот воряд Там еще никогда не попадался Значит, тут все-таки Есть еще какие-то Оооо А это Лошадка Скелета То есть у нас была уже Лошадка зомби А это лошадка скелета Но я не знаю Все Все же 62 варианта Вряд ли у нас Ооо Ооо 62 варианта Вряд ли у нас было Было А, но все же Ооо Штанишки Вот видите, даже штанишек У нас не было Штанишки А, я их случайно забрал Ну ладно Ооо Вот этого варианта У нас еще никогда не было А ну давайте Game rule Game rule Keep inventory True Вот так И подойдем Мне просто интересно Что случится Что случится Нифига себе Как они подлетели А ну А этот подлетит Круто Вот этого варианта У нас уже не было Самый первый Локеблок У нас был то, что Заспанились 5 слаймов То есть один Поверху другого Сейчас у нас Заспанились 5 крипера Которые сидят Друг на друге Офигеть А давайте Знаете куда пойдем Пойдем В дом мэра Оооо Ох ты Нифига себе Тут у нас Тусняк Уже визера Вот прям ему Около входа Прям В двери президенту Нафиг Опа Доктор Трояурус Я не знаю Ребята Смотрели вы Американца Не буду его имя Называть Но это его Как бы Человечек Он С ним Серии записывает Ну если вот так Нахрен Это тут еще Захры Привет Нет Я Поход Ладно Голубенькие У вас там походу Гейпати Я вам мешать не буду А этот чувак Записывает С этим С этим Виллиджером Можно сказать Серии Да ребята Я не знаю Смотрели вы Американца Имя я называть Не буду Но кто 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 понял О ком я говорю Кто понял Чей это Доктор Троярус Ребята Лайк вверх И напишите В комментариях Мол Да я понял Потому что Ну не все могут О маяк Потому что Не все могут Смотреть И так же Зарубежных Ютуберов Да Но все же Давайте еще Давайте еще Парочку Давайте сейчас Вспомним 20 лаки блоков Лаки блоков И при этом Мне кажется На этом Можно уже Действительно Будет заканчивать Потому что Ну Команда Прикольная С ней реально Можно развеяться То есть знаете Много ютуберов Делают там Какие-то Эпические Эпические Там серии С какими-то Там Лаки блоками Да то что Ходят по деревне Собирают лаки блоки И потом В конце Сражаются С каким-то Боссом Это То же самое Но только Ваниль Вы можете Вот Вот эта карта Я уже Нашел ее То есть Уже Деревня Допустим В этом здании Будет финальный Босс И вы ходите Тут по деревне Везде расставлены Вот эти лаки блоки Вы собираете 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 Одеваетесь Или умираете Кучу раз Вот Потому что Вот Алмазный меч Опять Или умираете Кучу раз И потом Доходите До вот этого здания И внутри Будет какой-то Там Босс Визер Допустим Или еще Кто-то Круто Это все Плюс тому Ваниль На Майнкрафте Ребята Ух ты Такого у нас Еще не было Офигеть Такого у нас Еще не было Смотрите С неба На нас Падают На ковальне Вот это Реально Просто Рай Какого-то Там Грифера Так Пока Конячка Не беси Уйди Уйди Противный Так Кто у нас Еще тут будет Ух ты А вот этого У нас Еще не было Вот это У нас Так Иди ты в жопу Со своей Палкиной Так Оп Ну вот это Вот это Меня Слабо Больше Прикалывает Я не знаю Почему Но вот эта Фигня Реально Очень крутая Когда Вот этот Шарик Появляется Если ты на него Тыкнешь То он взорвется Это конечно Не то Но все же Это Что-то В этом Роде Ладно В принципе ребята На этом мы можем Сканчивать Давайте Взлетим И посмотрим Что вообще Случилось В нашей деревне Вот Ну смотрите Это называется Приход Эдисона Визер охотится За летучей мышкой Которая Таскает Которая просто Катает Аааа Вагонетка У себя На спине Вот смотрите Катет Короче Это Называется Приход Эдисона Пока Меня тут Не было Все Жили себе Мирно А сейчас Смотрите Что случилось Когда я Пришел Ну все же Ребята На этом К сожалению Мы уже Будем Заканчивать Эту серию Я надеюсь Что она вам Очень сильно Понравилась Я еще раз Повторюсь Ссылочка Есть на Эту команду В описании Все что вам Нужно Просто зайти Скопировать И установить Свой мир Майнкрафта Ванильный Напомню Я показал Как это делается В этой серии Поэтому Надеюсь Что для вас Это так же Будет очень просто Ребята Я буду Очень сильно Рад Если вы Поставите Лайк Как я уже Сказал Как только Мы наберем Тысячу Лайков В ту же Секунду Я прям Бегу И записываю Новую серию Чтобы выпустить Ее как можно Быстрее Для вас Одна секунда Чтобы поставить Лайк Чтобы нажать На кнопочку Но за эту Секунду Вы прям Порадуете Эдисона Вот честное слово Ребята Я буду очень сильно Вот именно Тебе И тебе 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 Благодарен Если ты поставишь Лайк Также там В уголку Есть кнопочка Если ты ее еще Не закрыл Не смей Не смей С надписью Подписка Подпишись Пожалуйста На канал Это не так-то Сложно Если ты не подписан И ты смотришь Это видео Пожалуйста Чтобы не пропустить Новую серию Просто нажми И подпишись А так же Буду очень Очень сильно Этому рад Две секунды Чтобы подписаться И поставить лайк Но за эти две секунды Вы просто Действительно Сможете Изменить жизнь Человеку В лучшую сторону Да, ребята Поэтому не ленитесь Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал На этом мы заканчиваем Еще раз скажу вам Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока